Ну так людям свойственно ошибаться, и вот я в этой беседе затронул тему источника Бабукарыта, и мне объяснили, что я немножко неверной информацией обладаю, что на источнике должна быть надпись Бабукарыта. Там как бы я все камни пересмотрел, на этом огромном, который вышел о силе, но такой надписи не обнаружил. И вот сегодня я решил рассказать, либо исправить ошибку, либо доказать, что все-таки я был правым. Хотя разные источники могут называться по-разному, но хотелось бы найти источник с надписью. И вот, отправляясь в путь, я все-таки попытаюсь найти тот источник, о котором мне рассказывали, и убедиться, что это то Бабукарыта, о котором идет речь. И вот уже вдали виднеется подножие Кизил-Кая. Дорога постепенно, плавно, плавно выходит все ближе в горы. А эта куча рубленых веток напоминает о том, что всего месяц назад был Новый год. А также это напоминание о том, как бесхозно люди относятся к зеленому богатству. И так на всех 130, это я так утрирую, в поворотах я ни разу не свернул в сторону. То есть не ошибся, вот интуитивно дошел уже до того места, как мне рассказывали, где начинается движняк именно по лесу. Вхожу в дебри, вот, а вот дальше вот уже надо ориентироваться. Здесь интуиция плюс то, что просвечивается вверху. Короче, надо собрать немножко все это в куче и двигаться дальше к намеченной цели. Вот и устье высохшей реки. По пути привлекает внимание журчание воды внизу. И вот, спустившись, можно найти источник. По всей вероятности, это и есть. Бабу-корыто. Хотя это я уточню потом. Здесь цифра 4. Что сие значит? Я узнаю потом. Хотя нет, я уже точно знаю, что это именно бабу-корыто. По той причине, что фундамент выложен ракушками затёртыми. Уже ракушками от времени. И вот, по легенде, из одной трубы течёт мёртвая вода, из другой живая. И так набрал чистейшей минеральной воды природной. Усточник чистейшей просто. Дальше движемся. Тропа влево. Идёт Кизил Кая. И купили Дианы. А тропа вправо, по идее, опять же таки, иду интуитивно. Но, по рассказам, так понимаю, что иду всё-таки абсолютно правильно. Тропа вправо уже ведёт к ущелье Люка. На вкус вода, конечно, исключительная и вкусная. В лесной чаще встретил вот такую вот байду, каркас сооружения. Я так догадываюсь, что это регуляционный знак. Нужно будет просто посмотреть на карте, существует такое. По идее, да. В принципе, то, что в лесу сегодня тепло, это даже радует. Лучше тепло, чем холодно. И, с другой стороны, это урок на будущее. Не нужно одеваться слишком тепло. Ну, предполагая, что в горах может быть холоднее, чем в городе. Это маленький такой урок. Проще взять с собой сменную какую-то одежду, что-то поддеть. Нежели вот подниматься в гору, когда действительно и без того на улице температура комфортная. И вот опять-таки древние стены. Вышел в цепи древних стен, которые тянутся в лесной глуши. Видно, что это строение довольно-таки древнее. Датировать, конечно, не могу, но, тем не менее... Кстати, в лесу такая исключительная тишина. Если в начале подъема там синички уже по весеннему пели, как-то чувствовалась весна, то здесь лес еще абсолютно мертвый. Никаких звуков. Вдали слышны какие-то звуки. Это, походу, вот... Местами стены сложены из больших блоков. И укреплены более маленькими камнями. Местами встречаются вот такие вот диковинные деревья. Но именно запах хвои, такой чистейший озон, больше всего как бы насыщает впечатлениями чистейший запах хвои. Опять встречаются древние стены. По-видимому, это городище было вот по периметру, как я иду. А вот оно, золото скифов. Вот, по всей вероятности, я и вышел к реке, которую искал. Река Люка. Но, как мне рассказывали, опять-таки, ее лучше обойти, поскольку здесь больших водопадов нету. Проще посмотреть сверху, как это выглядит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот, в принципе, как бы, то, что искал, я нашёл, сам у реки нашёл. Дальше высится кизилка я. С серпантином река устремляется в Чёрное море. А вот вышел участок леса, где запахи, скажем, прямо-таки блаженные. Ну, реально настолько пахнет, и мне вот кажется, что это пахнет вот этот вот вечно зелёный плющ. И вот, выйдя на высотку, я теперь отчётливо понимаю, где я, по крайней мере, нахожусь. Впереди урочище Камбопла. Да, в эту сторону гор я ещё не заходил. На пути внимание привлекло, я думал, одно дерево, у которого ветки идут параллельно. И вдруг вот что обнаружил. Это же не что иное, как секвойи. Это огромные деревья-гиганты, родина которых Северная Америка. И вот, они таки благополучно растут в Крымском горном лесу. Изначально в глаза бросается роща из четырёх гигантов. Но, посмотри внимательно, вдали виднеются ещё пару деревьев. Деревья действительно огромные. Такие интересные находки можно встретить по пути, путешествуя горными лесами Крыма. Для простых смертных это просто огромные деревья. Для ботаников, я думаю, было бы в радость встретить такое дерево. Но, оказалось, что дальше тоже идут эта роща. Наверное, более двух десятков насчитывает деревьев. Вот так визуально, сколько я... Да, более двух десятков. И дальше интереснее. Я видел, летел Адмирал. То есть сегодня довольно-таки тепло для того, чтобы летали бабочки. И вот огромная секвойя. Огромная секвойя. Под ней увидел камыш. Естественно, не подойти грех. Вот здесь даже озеро есть и рыбаки. Небольшое озерцо. И черепахи. А, мне рассказывали, да, что здесь черепахи есть точно. Это жена, когда еще в детстве ходила. Говорит, столько их было. Ну, их было, потом их перевели. Вообще не было. А я лицей назад запускал перед черепахи большой. Уже потом, что есть. Нет, там вот пыни плавают по лету. Ну, не карась, да? Не, 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 не. Карась тут красивый такой. Темно-темно-золотый. Ну, тоже мелкий. Крайне редко берет. Не хочет брать. Бывает, выгибит. Пару штук подняется. И все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Затерлись DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 задуло ветер такой гулять по верхушкам сосен вот интуиция интуиции но сегодня как бы всю дорогу я ощущал что меня кто-то ведет я не свернул ни разу не свернул куда-то на ложную тропу поворотов было не знаю 130 но тем не менее я ни разу никуда не свернул вот до самого источника меня будто бы кто-то вел вот этим вот зигзагом если и этот же кто-то опять не сказал давай нашел что хотел собрался и потихоньку иди домой не стал рисковать искать другой путь я этой стороны гор хотя страны леса не знаю поэтому возвращаюсь по тому же пути которым северный ветер разгулял и вот сейчас я уже не жалею что я тепло 1 вот увидел источника который ему я подходил первый раз которая посчитал за бабу корыто у него возле него сидят люди и не поленюсь еще и спрошу как называется этот источник а вы не подскажете как называется источник так что не всегда местные знают расположение казалось бы таких вещей которые известны старожилам о которых спрашивают туристы эти люди тоже не знают название и рассказали мне что бабу корыто это тот источник который я впервые назвал бабу корыто хотя вполне возможно что название может быть и носите тот источник и источник который я сегодня посетил поскольку много гор таких именно географических названий там кизилташ кизилкаря там разные 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 находятся разных местах крыма носит одно и то же название а